В конце мая весь мир отметит 225 лет со дня рождения Пушкина. Самым продуктивным периодом его творчества специалиста называют «Болдинскую осень». Там он написал многие свои известнейшие произведения. Находят вдохновение в Болдине и наши современники. Там творил и Анатолий Баргов, народный художник Мордовии, член Союза художников России. Это 15 работ, которые были написаны в разное время года, но это все вот красота Болдина. Вот это вот уединение, тишина, это гладь прудов, замечательные сады. И это, конечно, все выплеснулось на его полотна, и мы можем любоваться его работами. Директор Краеведческого музея Дмитрий Фролов говорит о концепции вернисажа. В картинах Баргова нашли некоторую хронологию. Если пройти всю выставку по кругу, постепенно меняются времена года. Знаменитые локации Болдина тоже сменяют одна другую. И кажется, что мы на экскурсии. Прогуливаемся по мостикам и дорожкам, где когда-то бродил Александр Пушкин. Дмитрий Фролов рассказывает, как связаны Мордовский Краеведческий музей, Великий русский поэт и музей-заповедник в Болдине. Ведь, как известно, сам Пушкин в Саранске никогда не был. Еще в 1899 году городская интеллигенция постановила городской сад на Нижней площади, который в народе назывался Липки, переименовать в честь величайшего русского поэта. И тогда же Владимир Калфонович Лилинфельд, председатель Саранской земской управы, на свои средства приобрел бюст великого поэта, который установили в конце мая 1899 года. Когда в конце 1830-х годов парк расширялся, этот бюст был передан в собрание нашего музея, где и хранится по настоящее время. Усадьба в Болдинской тишине оставила художника Анатолия Баргова равнодушным. Полотна он создавал на пленэрах, и зритель через пейзажи соприкасается с русской историей и культурой. Выставка живописи «Болдинское уединение» открыта в Краеведческом музее до 26 мая. Олеся Плакиткина, Павел Толобаев. Наши новости.